Более 450 приемов по личным вопросам провели депутаты седьмого созыва в Павлодарской области. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил секретарь регионального маслехата Ярнур Айткенов. О реформах в сфере деятельности народных избранников, об основных вопросах волнующих избирателей узнал наш корреспондент. Секретарь областного маслехата Ярнур Айткенов подчеркнул, народные избранники на регулярной основе рассматривают все поступающие обращения. Причем не на местах, а непосредственно при выезде для личной беседы с избирателями. В феврале текущего года депутаты областного маслехата по отдельному графику провели встречи с населением. Это как уже разрешили нам в 106 селах области. Было задано более 350 вопросов нашим депутатам касающихся ремонта социальных объектов, строительства детских площадок, водопровода, получения микрокредитов, развития сельского хозяйства. Сейчас исполнение этих вопросов прорабатывается сакинами городов и районов. Говоря о повышении уровня доверия населения к работе депутатов, Ярнур Айткенов отметил, благодаря внедрению смешанной избирательной системы большинство казахстанцев будут непосредственно знакомы с теми кандидатами, за которых они будут голосовать. Если же этот депутат не выполнил свою предвыборную программу, обещание, то население имеет право его отозвать. Тогда здесь ответственность депутата усиливается. И вот то, что я говорил, то, что в Мажелисе 30% мажоритарность, 70% по партийному списку, в областном маслехате 50 на 50. Вот это усиливает роль самих депутатов. Затронули в ходе брифинга также и организацию спонсорской материальной помощи. Секдай Маслехата подчеркнул, народные избранники готовы помогать нуждающимся людям по мере возможности. Однако факты иждивенчества и недобросовестности со стороны прощащих имеют место быть. Депутаты прежде изучают общее состояние семьи и уже после принимают окончательное решение.